МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, сегодня у нас третий соревновательный день. В предыдущие два дня вы показали, что вы являетесь достойнейшими соперниками и боретесь практически на равных. Я предлагаю посмотреть, как прошел предыдущий день и чем все закончилось. Второй соревновательный день Романа и Полины был насыщен событиями. Были и конкурсы, и упорная борьба за фишки и встреча со старыми знакомыми. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте, поздоровалась. Здравствуйте! А еще мы узнали много нового о светофоре и пешеходном переходе. Какой переход через дорогу самый безопасный? Жить. Синий. Синий. Синий, брат. Синий. Так, зебра я поняла. А что значит синий, Рома? Синий значит можно пить. Значит, все можно. По итогам двух игр по-прежнему лидирует Рома. Но Полина существенно сократила разрыв. Ребята, в стране безопасности есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, надо пройти... Что? Испытание. Испытание. Правильно. Сегодня я предлагаю продолжить наше испытание. Вы готовы отвечать на мои вопросы? Тогда начинаем. Я задаю вам загадку. Отгадку вы ищете на доске, приносите рисунок и получаете за это одну фишку. Готовы? Кто начнет первым? Полечка. Правильно, Полина. Хватит рулить Роману. Итак, первая загадка для тебя. Слушай. Под ногами у сережки полосатая дорожка. Смело он по ней идет, а за ним и весь народ. Иди ищи правильный ответ. По дорожке полосатой сережка идет, а за ним весь народ. Что это у нас? Какая отгадка? Зебра. Зебра. Умничка. Присаживайся. Твоя фишечка у тебя в коробочке. Можно я? Сама. Молодец. Вторая загадка тоже для тебя. Их видно повсюду. Их видно из окон. По улице движутся быстрым потоком. Они перевозят различные грузы. Кирпич и железо. Зерно и арбузы. Что это у нас перевозят такие разные грузы? Вот, молодец. А что это у нас? Полин. Грузовик. Грузовик. Умничка. Абсолютно точный ответ. Грузовик. Держи. По праву фишка твоя. У нас одинаковые. Ром, Полина уже отработала в этом испытании свои загадки. Теперь ты. Загадка первая для тебя. Здесь не катится автобус. Здесь трамваи не пройдут. Здесь спокойно пешеходы вдоль по улице идут. Для машин и для трамвая путь-дорога есть другая. О чем это я сейчас загадку тебе загадала? А что здесь отгадка у нас? Где пешеходы двигаются? Пешеходы двигаются по... Асфальту. По асфальту? Ну а как верни? Они же... Вот есть пешеходная дорожка, а есть проезжая часть. Пешеходы где ходят? По пешеходной дорожке. Правильно. Клади сюда и получай фишку. Держи. И последняя загадка, Ром, для тебя. Ты меня слушаешь? Молодец. Милицейских нет фуражек, а в глазах стеклянный свет. Но любой машине скажет, можно ехать или нет. Что это у нас такое? Это фоу. Молодец, Рома. Быстро, качественно и точно. 17 шаг. Получай. Заслужил. Итак, сколько мы заработали? По две фишки каждой. Итого, у Полиночки было 12 плюс 2, 14. У Ромы было 15 плюс 2, 17. Лидирует пока Рома, но Полина не огорчается, а Рома раньше времени не радуется. Ясно? Еще у нас много... Я ладую еще. Много испытаний впереди. Да. Ребята, ну сейчас, кажется, вчерашний урок про светофор пошел вам на пользу. Выучили вы его на отличном. Ребята, сейчас состоится очередная встреча с нашей хорошей знакомой, тетей Катей. Готовы ко встрече? Да. Я уже вижу по вашим движениям, что вы готовы. Ребята, здравствуйте. Как у вас дела? Нормально. Как мы уже узнали, во время нашей первой встречи, если вы выходите на улицу и начинаете движение, то вы уже пешеход. Как вы думаете, кем же может быть ребенок, например, если он едет в автомобиле? Пассажир. Правильно, правильно, ребята. Пассажир. Правильно. Правильно. Водителем автомобиля может стать человек, которому уже исполнилось 18 лет и который сдал экзамены в госавтоинспекции. До этого момента, находясь в автомобиле, вы пассажиры. Как вы думаете, есть какие-то правила поведения для пассажиров? Есть. Какие, Полечка, правила есть? Нельзя баловаться в машине. Правильно. Совершенно правильно. Рома, а у тебя есть дополнение какое-то? Какое правило? Не надо ничего мать. Совершенно верно. Что еще тетя Катя нам скажет? А что вам запрещают взрослые делать в машине? Особенно во время движения. Играться. Играться запрещают тетя Катя. Сейчас я вам буду по очереди задавать вопросы. Надо будет только ответить «да» или «нет». Но перед этим хорошенько подумать, ведь за правильный ответ вы получите от тети Светы по фишке. Итак, первый вопрос. Мальчик в три года может ездить на переднем сидении рядом с водителем? Да или нет? Как вы считаете? Нет. Нет. Ребята, ваши родители могут вас перевозить на переднем пассажирском сидении только с 12 лет. Если же вам меньше 12, вы можете ехать только в специальном удерживающем устройстве. Второй вопрос. Вы с папой едете в магазин. Это всего три минуты в пути. Надо ли пристегиваться ремнем безопасности? Нет или да? Да. Света сейчас подсчитает ваши результаты. А мне пора с вами прощаться. Завтра финал. Мне надо подготовиться. А вам я желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Совершенно правильно вы ответили на вопросы. Ну, поворачивайся, Полиночка. Тетя Катя сказала, за правильный ответ вы получаете фишку. Поэтому было два вопроса. Вы вдвоем отвечали правильно. Каждая из вас получает по две фишки. Ромочка, держи твои. И Полечки на две. Да, красиво еще. Ребята, ну что, самое время приступить к нашему последнему испытанию. Готовы? Да. Здесь у вас будет возможность за один правильный ответ заработать сразу две фишки. Так что будьте, пожалуйста, очень внимательны. Тема вам уже знакома. Это светофор. Поэтому кто начнет первый? Поле начинает первый. Первый вопрос, Полина. Кто может стать водителем автомобиля? Взрослые. Тетя Катя говорила, конкретный возраст и еще одно обязательное условие. Сколько должно исполниться лет человеку, когда у него появится возможность уже садиться за руль автомобиля? Тридцать пять. Так. Тридцать пять. Ром, ты согласен с Полей? Нет. У тебя есть другой вариант ответа? Тогда ты можешь ее поправить и получить фишку. Двадцать. Нет, мой дорогой, ты тоже ошибся. Вот. Вот что значит. Невнимательно вы все-таки слушаете тетю Катю? Нет. Должно исполниться человеку восемнадцать лет. И он обязательно при этом должен сдать экзамены в ГАИ, в госавтоинспекции. Поэтому, ребятишки, никто за этот вопрос фишку не получает. Будьте внимательнее. Слушаем второй вопрос. Полин, он тоже для тебя. Кому можно ездить на переднем сиденье рядом с водителем? Тому, кому 12 лет. Умничка. И еще взрослым, конечно же, правильно? Ну вот, молодец, это ты запомнил. Здесь тоже вопрос связанный с возрастом. Твои фишки две. Ром, ну и твои вопросы остались. Первый вопрос для тебя. В каких случаях надо пристегиваться ремнем безопасности? Когда едешь по асфальту, когда надо в тебе магазин ехать и куда-то другое место. Одним словом, во время движения, правильно? Молодец, две фишки получи. Опа. Классно. И последний вопрос. Рома внимательно слушает. Что можно высовывать в окно машины во время движения? Флаг. Ромочка, нет, ты, к сожалению, ошибся. Полина, у тебя есть вариант ответа, что можно высовывать во время движения в окно автомобиля? А если я по-другому задам вопрос, можно ли что-то высовывать во время движения автомобиля за окошко? Нет. Ничего нельзя, ребят. Ничего нельзя, ничего нельзя. Ничего. Полечка, ты сориентировалась во второй раз, поэтому фишка одна, правда? Ну, тебе заслужено попадать в твою коробочку. Я победил. Ребят, ну, давайте подводить итоги. Будем считать фишки. Сколько же у нас получилось в итоге? Так, у Полиночки здесь пять. Семь, девять, девять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать. Ром, свои давай. Девятнадцать пишет. А у Романа? А у Романа? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать один. Я победила. Ну, в этом дне, да, вот по итогам трех дней, немножечко впереди от Полины, Роман. Но еще у нас впереди, Рома, целый соревновательный день. И у Полины прекрасная возможность догнать тебя. Поль, будем постараемся в следующей передаче, правда? Конечно. Ребят, вы молодцы, много всего узнали. Самое главное, что вы проявили свои самые лучшие качества. Это усидчивость, терпение, находку, эрудицию. Молодцы, ребят, я довольна вашими ответами. Ну что ж, мы вынуждены попрощаться с нашими маленькими телезрителями. До следующей встречи. А место встречи – страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»